Игра «Сыщик идёт по следу». Весёлое приключение с препятствиями ждёт тебя. Сыщик Жеглов и такса Шарапка расследуют интересное дело. Помоги им решить все задачки и оказаться на финише быстрее всех. Для этого жми на копилку заданий, чётко называй слоги и выполняй указания. Вот такая игра-бродилка для детей, которым нужно автоматизировать и ввести в речь шипящие звуки. Игра насыщена звуками Ш и Ж. Все задания, все препятствия, которые преодолевает наш герой, связаны с повторением этих звуков. Ребёнок повторяет чистоговорку, нажимает на кнопочку «Дальше», и должен нажать на копилку заданий для того, чтобы понять, сколько шагов он делает. Важно, что когда наш сыщик делает шаги, двигается вперёд, ребёнок повторяет те слоги, на которые наступает наш сыщик в своём походе. Вот такое задание получает ребёнок. И здесь, если он читает, он может со зрительной опорой вместо «л» произнести «ж», «лук». А теперь «жук», «пакет», «жакет». А вполне возможно, что если ребёнок не читает, то он на слух выполнит такое же задание. «Аба», «жаба» произносит, и только потом двигаемся дальше. Так и длится эта игра. Выпадает количество заданий, ребёнок называет слоги, и затем выполняет задание с препятствием. Повтори чистоговорка. Может выпасть задание на какое-то движение, это может быть загадка и так далее. Задания очень разнообразные. Мы видим фон этой игры очень насыщенно шипящими звуками, потому что здесь ежи играют в шашки, всё это дело происходит в пещере с сокровищами, свечи горят, то есть очень насыщенно шипящими звуками. Дмея у нас здесь ползёт, шипит, и, в принципе, игра нас никуда не торопит, можно остановиться, прежде чем нажимаем на копилку заданий, посмотреть на этот фон, рассмотреть его, назвать слова с шипящими звуками. А затем нажимаем на копилку заданий, получаем количество шагов и чётко называем слоги, которые у ребёнка уже получаются. Ши, жжи, аша. Сыщик тоже бежит. Появляется задание. В данном случае грамматическое. Один карандаш, два карандаша, три карандаша, пять карандашей и так далее. Двигаемся до самого финиша, вот таким образом выполняя задания, рассматривая фон и чётко произнося те слоги, которые нам выдаёт копилка заданий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!